друзья привет меня зовут александр логинов я генеральный директор и основатель компании энергоэлемент мы сейчас находимся на моем небольшом буквально на прошлой неделе мы запустили производственном участке где мы собираем вы слышите звук как ребята клепают корпуса где мы собираем из маленьких элементов наши аккумуляторные батареи и в этом видеоролике я приоткрою тайну все-таки что такое на самом деле модуль для складской техники расскажу какие технологии мы используем и также покажу чем в общем то мы кардинально отличаемся от других решений представленных на рынке вот так выглядит наш модуль этот модуль является заготовкой без ультразвуковой сварки элементов питания с несущей шины он состоит из четырех основных частей первая часть это элемент мы используем цилиндрические специальные элементы из автомобильной индустрии второе матрица в нее мы закладываем элементы тем самым набираем емкость в ампер часах и алюминиевые шины для объединения всех элементов с помощью ультразвуковой сварки в единый модуль тем самым мы получаем вот такой незамысловатый модуль одной из ключевых особенностей данного модуля является то что он в длину равен 195 миллиметров если вы помните топ один стандарту свинцово-кислотный аккумулятор имеет в длину элемент 198 миллиметров то есть этот модуль великолепно помещается во все корпуса которые созданы для складской техники на базе свинцово-кислотных батарей стандарт один в ширину он 75 миллиметров что эквивалент например 4 pzs стандарту свинцово-кислотного элемента благодаря этому мы можем без каких-либо затруднений замещать в габаритах свинцово-кислотной батареи свинец на литий у на наш литий и иметь огромное количество преимуществ выгра выигрыша по емкости по пространству свободному и тем самым эффективно работать данной конфигурации это 3 2 вольта 60 ампер часов собственно мы готовим батареи в которых находится по три модуля последовательно соединенные они соединяются впоследствии вот такой вот алюминиевые шины 3 миллиметра она выдерживает постоянные так а там порядка 300 на самом деле ампер ориентирована на 80 ампер то есть запас огромный просто происходит пойдемте посмотрим что делает станок его задача является объединение параллельную либо последовательную цепь в случае с модулем это параллельное соединение элементов на алюминиевую шину посредством припайки алюминиевой проволоки технология появилась на самом деле достаточно давно в микроэлектронике но в автомобиле строения ее привел первый илон маск мы в общем-то недолго думая под решили что это лучшее решение сейчас в рынке и начали использовать также ее у себя станок пропаивает с плюсовой и с отрицательной стороны элементы к шине и тем самым рождается модуль в частности недавно я делал обзор аккумулятора tesla model s 2014 года если вам интересно посмотрите он достаточно содержательным и много оттуда вынесли и в частности для себя начали использовать неодинарную проволоку а двойную для контакта элемента с алюминиевой шиной и важным аспектом именно этой технологии является безопасность в будущем я сниму пару роликов о том как проволочка перегорает случае короткого замыкания элемента и короткого замыкания полностью целого модуля это будет весьма интересно поэтому обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик чтобы будущее видео к вам пришло следующим этапом после того как мы собрали модуль сшили его мы собираем по сути блок модулей из которых впоследствии собираем саму аккумуляторную батарею батарея может быть любого напряжения с шагом там 32 36 вольта зависимости от задач у нас ограничений никаких нет данная батарея 36 вольт 162 ампер часа в частности для монтажа мы используем заклепочные соединения каждая такая заклепка выдерживает больше полутора тонн на разрыв поэтому это просто батарея некий такой монолит и кремень с ней абсолютно ничего не произойдет мы даем гарантию нападения даем гарантию на корпус айпи 65 все герметично все прекрасно каждая каждый вот такой модуль блок модулей имеет свою собственную систему балансировки мы работаем в данном случае с компанией эмус бмс в принципе мы работаем по элементам 40 поставщиками производителями в мире по управляющей электроники сейчас у нас 7 производителей бмс здесь есть все что необходимо модули балансировки токовый шунт и дальше сверху на батарею устанавливается же финальная крышка с управляющей электроникой с коннекторами и прочими вещами на этом на пожалуй у меня все спасибо что смотрели до конца подписывайтесь ставьте лайки обязательно нажмите на колокольчик чтобы не пропустить следующие видео пока